Просматривая сайт Metacritic, вы найдете обзоры на тысячи игр. Но есть 31 игра, которая стоит особняком, с рейтингом на голову выше остальных. Согласно рейтингу Metacritic, это одни из немногих, почти идеальных игр. Никого не должно удивлять, что имя Rockstar будет участвовать в любом разговоре о величайших играх всех времен. GTA Double Pack в некотором смысле чит в этом вопросе, ведь это сразу две отличные игры. Собрав их в один комплект, Rockstar сотворили волшебство. В контенте этого переиздания GTA 3 и GTA Vice City не было ничего нового, но графика была тщательно переработана, чтобы соответствовать тому времени. Многие обзоры на ремастер больше не доступны, но чтение цитат на Metacritic проливает свет на положительные отзывы. Один рецензент написал, что если у вас есть возможность запустить игру в 480p, то вы получите самую красивую GTA, которую вы можете получить на консолях. Ах, 2003 год... В то же время это была самая чистая и самая стабильная версия из доступных для обеих игр. Неудивительно, что объединение лучших версий отличных игр в одном выпуске было тем, что порадовало всех. Одна из лучших игровых приманок всех времен была создана в одной из самых запоминающихся игр для PS2. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty удивила многих поклонников, ведь те понятия не имели, что большую часть игры им предстоит играть вовсе не за седого главного героя, Солида Снейка. Несмотря на то, что игра получила большое признание, новый главный герой Raiden вызвал много гнева со стороны фанатов, хотя со временем он и заработал их любовь. Metal Gear Solid 2 взяла захватывающий стелс-геймплей оригинала и объединила его с мощью PlayStation 2. Технологические достижения игры потрясли многих, а некоторые веб-сайты говорили, что она выглядит так реалистично, словно это кино. Это можно сказать обо всей серии в целом, ведь Хидео Кодзима очень постарался, чтобы создать запоминающуюся историю. Gran Turismo – одна из старейших игр в этом списке. Она была выпущена для оригинальной PlayStation ещё в 1998 году. Битва между дисковой PlayStation и Nintendo 64 с её картриджами шла полным ходом, и Gran Turismo помогла продемонстрировать то, чего N64 сделать не могла – абсолютный реализм. Gran Turismo опережала своё время, ведь вы могли настроить каждый элемент своей машины и участвовать в фотореалистичных гонках. Обзоры хвалили кастомизацию, внимание к деталям и разнообразие трасс. Единственным ударом по оригинальной Gran Turismo была механика лицензирования. Игра ставила перед игроками задачу зарабатывать лицензии, выполняя сложные задачи во время заездов, прежде чем участвовать в гонках более высокого уровня. Но учитывая, что если не сумеешь пройти эти испытания, то и в последующие заезды лучше не соваться, это не было особой проблемой. Вы знали, что здесь появится Link? The Legend of Zelda The Wind Waker – вероятно, одна из наименее популярных игр в серии просто потому, что она изначально была выпущена на GameCube. Тем не менее, она по-прежнему хороша в своем сочетании сражений, головоломок и исследований, которыми известна вся серия The Legend of Zelda. Она также может похвастаться одним из самых ярких визуальных стилей, которые когда-либо применялись в серии. В Wind Waker использовался графический стиль Cell Shading, что позволило игре выглядеть так, словно это был оживший мультфильм. Игра использовала преувеличенные мультяшные эффекты, чтобы рассказать глубокую эмоциональную историю. В эпизодах, где Link садится в лодку и путешествует под парусом между островами, разработчики на полную катушку использовали удивительное художественное оформление. Даже через два десятилетия после выхода на Wind Waker приятно смотреть. И пускай популярность Wind Waker и пострадала из-за платформы, на которой она была выпущена, она по-прежнему остается одной из самых сильных частей в стабильно качественной серии игр. Позже был выпущен HD-ремастер, так что с игрой могла ознакомиться более широкая аудитория. Но, к сожалению, вышла она на Wii U. Часто можно услышать фразу о том, что какая-то игра совершила революцию в жанре. Многие игры в этом списке, вероятно, могли бы заявить, что достигли этой высокой планки, но Half-Life может претендовать на неё больше всех других. Многие жанры отошли от своих классических корней, но шутеры по-прежнему сравнивают с детищем Valve, несмотря на то, что Half-Life была выпущена более двух десятилетий назад. В Half-Life мы играем за безмолвного главного героя Гордона Фримена, который сражается как с людьми, так и с пришельцами из другого измерения в исследовательском центре Черная Меса. Half-Life описывали как идеальную однопользовательскую игру в жанре шутера от первого лица и называли самым революционным шагом, который когда-либо делал жанр шутеров. Трудно поверить, что пятая игра во вселенной The Elder Scrolls была выпущена в 2011 году. Вышло так много разных её версий, модов, перевыпусков и портов, что было бы легко подумать, что игра вышла всего несколько лет назад. Она до сих пор регулярно занимает верхние позиции в списке популярности у игроков в Steam, что является впечатляющим достижением для игры десятилетней давности. Тем более, что в ней нет мультиплеера, который мог бы поддерживать интерес. Skyrim предлагает игрокам войти в роль дракона рожденного, легендарного воина, способного изучать могущественные магические способности. – Сум-Арк-Мора, ты выстрелешь мир более тяжелее, чем он выстрел. Но, что куда более интересно, Skyrim дает начинающим авантюристам целую игровую площадку, на которой они могут разгуляться по полной и вдоволь наиграться своими ролевыми мускулами, получив доступ почти к безграничному способу создания персонажей и прохождению квестов. AV Club красиво резюмировал это в своем обзоре, сказав, «Скайрим дает возможность игрокам почувствовать, что события из игры происходят именно с ними, и что они проживают в ней жизнь, а не просто катятся по задуманным разработчикам рельсам. Это то, что отличает Skyrim от многих его конкурентов» Конечно, это концепция, которую стремится реализовать каждая игра с открытым миром, но немногим это удается сделать так же хорошо. Один из последних крупных релизов на GameCube стал одним из самых любимых в народе. Кроме того, The Legend of Zelda Twilight Princess была выпущена ещё и в качестве стартовой игры для Wii, и у обоих версий есть фанаты, которые клянутся, что именно их версия игры лучшая. Twilight Princess была о том, как Линк пытался спасти Хайрул от захвата другим измерением, названным Королевством Сумерек. Игрок мог переключаться между двумя измерениями, а Линк ещё и мог превращаться в могущественного волка, получая множество новых способностей. Игры серии Legend of Zelda, как правило, попадают в одну из двух категорий. Они либо экспериментируют во многих своих дизайнерских решениях, либо пытаются усовершенствовать элементы прошлых игр. Twilight Princess можно отнести в последнюю категорию. Её хвалят за захватывающий сюжет и кинематографический стиль. Twilight Princess часто сравнивают с другими частями франшизы, такими как Ocarina of Time. Возможно, разработчики не пошли на большой риск, но зато отлично выполнили поставленную перед собой задачу. Серию Mass Effect часто называют выдающимся примером качественной игры современной игровой индустрии, а большинство фанатов космической оперы от BioWare скажут вам, что Mass Effect 2 – лучшая игра в этой серии. Некоторые даже считают, что Mass Effect 3 вызвал такой негативный отклик лишь потому, что вторая часть установила слишком высокую планку. Многие сюжетные игры проваливаются потому, что ваши решения в конечном итоге практически ни на что не влияют, но в Mass Effect 2 дело обстоит иначе. Выбор, который вы делаете, квесты, которые вы выполняете в течение всего прохождения игры, способ самой игры и стратегические решения, которые вы выбираете в кульминации – все это имеет огромные последствия. Все карты разыгрываются. Очень увлекательно читать о различных концовках, которые получают люди, и о том, какие члены экипажа не переживают последнюю миссию. Немногие игры дают вам такой уровень погружения, и трудно представить какую-либо игру, которая сделает это так же хорошо, как Mass Effect 2. Сложность и механика каждого файтинга требует немало навыка и многих часов практики, чтобы их раскрыть. Это одинаково верно для любого файтинга, будь то Street Fighter, Mortal Kombat, Super Smash Bros. и другие. Везде есть профессиональные приемы и сложные комплексные механики, которые нужно освоить, чтобы стать мастером. Но немногие из них столь же сложны, как Tekken. И ещё меньше игр настолько почитаемы в своих франшизах, как Tekken 3. Как и в любом достойном файтинге, в Tekken 3 была банальная сюжетная линия с участием демонов, корпораций и, конечно же, боевым турниром, определяющим судьбу мира. Но, что более важно, в нем был целый набор разнообразных сбалансированных персонажей, а также глубокая и впечатляющая система комбо и спецприемов. Вдобавок, игра выглядела и ощущалась прекрасно. Tekken 2 тоже была шедевром. И вторая, и третья части по-прежнему считаются лучшими играми из когда-либо созданных в этой серии. А многие обозреватели считают, что консольная версия Tekken 3 получилась лучше, чем её аркадный аналог. Франшиза Arkham переосмыслила экшен-игры с открытым миром и стала одной из лучших серий игр про супергероев всех времен. Даже менее успешные игры из этой серии были очень интересными, но большинство скажет, что именно Batman Arkham City является венцом франшизы. Arkham City позволил геймерам по-настоящему погрузиться в роль Темного рыцаря. В ней было весело делать всё – и летать среди знакомых достопримечательностей Готэма, и раскидывать десятки противников красивыми, но простыми в исполнении комбо, и захватывать убежища злодеев. Среди них были многие известные, например, Джокер, Пингвин, Загадочник и Мистер Фриз, наряду с менее известными злодеями в роли Соломона Гранди и Виктора Засса. Рецензенты назвали Batman Arkham City лучшей лицензированной видеоигрой из когда-либо созданных, и почти в каждом обзоре нахваливали за то, что она почти во всех отношениях превзошла уже всеми полюбившуюся предшественницу Arkham Asylum. Orange Box – вероятно, величайшая коллекция игр из когда-либо созданных. Она состоит из пяти игр, и все они до сих пор пользуются большим уважением. Оригинальная Half-Life была объявлена одной из самых важных игр всех времен, а её продолжение стало лучше почти во всех отношениях. Half-Life 2 сам по себе попал бы в этот список, так что его включение в Orange Box выглядит даже немного избыточным. Half-Life 2 эпизод 1 был включен сюда как связующая часть с эпизодом 2, дополнению, которое было впервые выпущено в составе Orange Box. И пускай оно слабее всех других игр из комплекта, оно всё равно довольно интересное. Ведь даже спустя годы фанаты до сих пор ждут продолжения. Team Fortress 2 стала одной из самых прибыльных игр Valve и до сих пор продолжает оставаться одним из самых популярных сетевых шутеров в мире. Портал, который также попал в этот комплект, на первый взгляд казался одноразовой техно-демкой, но в итоге он стал одной из самых влиятельных игр всех времен. Большинство геймеров, живших в эпоху GameCube, помнят Resident Evil 4. Игра начинается со сцены, в которой на Леона нападают сельские жители, вооруженные садовыми инструментами, и один очень злой парень с бензопилой. Этот момент стал одной из самых запоминающихся боевых сцен всех времен. Серию Resident Evil любили и до этого, но раньше она была немного скучной. Большая часть напряжения в трех оригинальных играх создавалась кривоватым управлением, которое делало быстрые маневры практически невозможными. Но Resident Evil 4 изменил это все, перейдя на современный метод управления, сохранив при этом напряженную и пугающую атмосферу. История была по-прежнему восхитительно бессмысленной в стиле фильмов категории B, но всё это лишь добавляет игре очарование. Рецензенты также отмечали, что игра задала планку для всей серии. Сейчас Resident Evil 4 уже немного устарела, и кое-что в ней ощущается не так хорошо, как раньше, но она всё ещё интересная. Uncharted 2 Among Thieves удивительно видеть в этом списке. И не потому, что это плохая игра, а потому, что эту франшизу обычно не упоминают среди величайших игр всех времен, но это прекрасно подходит по тону ко всей игре. Uncharted 2 Among Thieves – это дикое приключение с захватывающим мультиплеером и множеством способов устроить настоящую бойню. Это почти идеальное приключение, которое демонстрирует, на что способны лучшие видеоигры. Рецензенты отмечали, что в игре несравненное внимание к деталям и что она необходима к прохождению. PlayStation Universe заявила, что это возможно лучшее украшение PS3 и, без сомнения, одна из величайших игр из когда-либо созданных. Такое внимание к Among Thieves вызвано тем, что она была похожа на боевик. Происходящее на экране максимально кинематографично, но в то же время всегда сохраняется контроль. Это игра, в которой игроки могут жить, как Индиана Джонс и другие их любимые искатели приключений. Этого достаточно, чтобы поставить её в один ряд с величайшими играми всех времен. Среди игр Nintendo 64 множество ностальгических проектов, но немногие из них могут сравниться с GoldenEye 007. Часть её величия на коллективное впечатление игроков вызвана довольно странным фактом. Каждая попытка переиздать игру на других платформах неизменно утопала в спорах о лицензировании продукта. Поэтому единственный способ поиграть в неё за пределами эмуляторов – это в её оригинальном виде на Nintendo 64. Одним из главных достоинств игры в то время был однопользовательский режим. Игра по лицензии уже в те времена рассматривалась как способ заработка дополнительных денег на франшизе, но в GoldenEye проделали огромную работу по переносу фильма в увлекательную и связанную игру. Однако большинство людей помнят многопользовательский режим игры. Мультиплеер для четырех человек с разделенным экраном съедал часы, пока прикованные к экрану игроки соревновались друг с другом. GoldenEye навсегда останется шедевром среди консольных шутеров и легендой диванного мультиплеера. Оглядываясь назад, BioShock кажется стопроцентным хитом, но в то время авторы со своей игрой шли на довольно большой риск. Это была совершенно оригинальная интеллектуальная собственность со странным художественным стилем без многопользовательского режима, да ещё и с психологической сюжетной линией об этике, втиснутой в шутер от первого лица. Всё это вызывало сомнения. К счастью, BioShock был прекрасно сделан, и его уникальное творческое решение привлекло людей, которые устали от космоса и шутеров о Второй мировой войне. Почти каждый аспект BioShock получил высокую оценку за расширение границ жанра и безупречное исполнение. Пусть сейчас некоторые механики кажутся типичными, но BioShock помогла проложить путь таким механикам, как кастомизация вооружения и скрытность. История тоже была удивительной, а главный сюжетный поворот стал легендой. Единственная ошибка BioShock – это финальная битва с боссом, которую даже дизайнеры игры назвали провальной. В своё время соперничество между франшизами Madden и 2K Football было жарким. У каждой стороны были поклонники, и Madden часто выходил на первое место благодаря громкому имени и насыщенности рынка. В конечном итоге Madden полностью выбил своего конкурента из игры. Но, тем не менее, хардкорные игроки предпочитали игры серии 2K, а NFL 2K 1 выделялась как самая лучшая игра по франшизе. 2K 1 укрепила свой успех в сравнении с прошлогодней игрой, внося ряд существенных изменений. Разработчики улучшили анимацию и искусственный интеллект, и в целом полностью переработали игру. NFL 2K 1 также представила одну из самых важных игровых функций всех времен – сетевой многопользовательский режим. Это была первая спортивная игра, которая позволила вам находить соперников в сети, без чего трудно представить себе любую соревновательную игру в наши дни. Когда Xbox появился на рынке в ноябре 2001 года, он обладал мощными характеристиками, но ему требовалось нечто большее, чтобы выгодно выделиться среди огромного каталога игр Sony и Nintendo. Halo Combat Evolved стала именно тем, что было нужно. Halo – научно-фантастический шутер, в котором было запечатлено множество лучших элементов предыдущих игр жанра. В игре была невероятная однопользовательская компания, полная кинематографических миссий и эпичная сюжетная линия с запоминающимися персонажами и удивительной графикой. Все это делало Halo обязательной к ознакомлению. Вдобавок ко всему, у нее был практически бесконечный игровой процесс из-за интенсивных многопользовательских режимов. Игроки засиживались в мультиплеере до глубокой ночи, рубясь в соревновательные матчи. Скорее всего, Microsoft не смогла бы успешно выйти на консольный рынок, если бы не Halo Combat Evolved. Пора самому известному водопроводчику в мире попасть в этот список. Можно было бы добавить сюда, по крайней мере, дюжину игр из этой долгоживущей серии и привести убедительные доводы к каждой из них, но Super Mario Odyssey для Nintendo Switch возвышается над всеми ними, идеально используя особенности консоли, чтобы объединить все лучшие аспекты прошлых игр Марио. Каждый обладатель Switch, не игравший в эту игру, упускает очень многое. Центральным камнем преткновения в Super Mario Odyssey является Кэпи – разумный головной убор, который дает Марио возможность управлять врагами и использовать их особые способности. Эта возможность создает, казалось бы, бесконечное количество интересных и веселых комбинаций для решения головоломок. Очень легко потерять счет часам, возясь с различными способностями, имеющимися в вашем распоряжении. Super Mario Odyssey доверху наполнен тем волшебством, которое обычно бывает в лучших играх Nintendo. Рецензенты назвали её одной из величайших игр студии за всю историю. Довольно высокая оценка, даже для легендарной Nintendo. Жаль, что GameCube продавался не очень хорошо, ведь за время своего существования на нем было несколько невероятных игр. Примерно через год после выпуска консоли на ней вышла одна из лучших игр в серии – Metroid, чье возвращение ожидали долгие годы. Metroid Prime продемонстрировал, что легендарная Samus может быть хороша и в жанре шутера от первого лица, а не только в 2D-платформере. Став первой игрой в серии почти за десятилетия, Metroid Prime не упустил возможности продемонстрировать, насколько мощным было железо GameCube с его впечатляющими визуальными эффектами и обширным миром для исследования. Метод Prime нахваливали почти за всё – хвалили за дизайн, механику и повествование. А ещё её называют шедевром, который нельзя не купить. С тех пор фанаты видели и другие игры в серии, но лишь немногие из них достигли высот, в которых достигла Metroid Prime. Сделать игру, подобную Golden Eye, было непросто, но Rare превзошла сама себя со своим духовным приемником игры про Бонда – Perfect Dark. Любой, кто провел часы в мире Джеймса Бонда, почувствовал бы себя как дома в мире Жанны Дарк. Rare дополнили уже работающую великолепную формулу, и им удалось сделать Perfect Dark одним из главных достижений Nintendo 64. В Perfect Dark так много хорошего, что сложно сосредоточиться на чем-то конкретно. Многопользовательский режим был похож на тот, что был в Golden Eye, но лучше, чем у предшественника. В Perfect Dark появился огромный выбор оружия и режимов игры, гениальный дизайн уровней, и даже боты, управляемые ИИ. Одиночная компания сплетена из поштых и увлекательных научно-фантастических историй с приятелем-инопланетянином по имени Элвис. – Что происходит? – У меня есть головы. И с головой такой большой – это ничего нет. Почти в каждом обзоре Perfect Dark говорят что-то вроде, как Golden Eye, но лучше во всех отношениях. И этого, безусловно, достаточно, чтобы попасть в список величайших игр всех времен. В серии The Legend of Zelda было создано множество игр, которые считаются почти идеальными, и последние не являются исключением. После того, как Nintendo растратила часть доверия аудитории из-за провального запуска Wii U, Nintendo Switch стал для компании шансом вернуться в игру. К счастью, в день запуска новой консоли нашлась игра, достойная поднятого хайпа. Абсолютно захватывающая The Legend of Zelda – Breath of the Wild. Обзоры хвалят Breath of the Wild за то, как она использует механики других игр с открытым миром, а также за её готовность к экспериментам и риску. Она действительно не похожа ни на одну из предыдущих игр во франшизе, и большинство критических замечаний к игре смехотворны и мелочны. Breath of the Wild – одна из тех игр, в которые должен попробовать поиграть каждый, у кого есть Nintendo Switch. Nintendo редко предпринимает смелые шаги по внедрению новых механик в свои крупнейшие игры, а Super Mario Galaxy на момент своего выхода была крупнейшей из них. По сути, Nintendo взяла формулу, сработавшую с Super Mario 64, и адаптировала её для схемы управления Wii. Игра по-прежнему остается одной из самых инновационных и считается лучшей игрой для специфического геймпада Wii. Super Mario Galaxy просто делает всё как надо. Эта игра, о которой Destructoid, сказал с восхищением, «Это первая игра для Wii, которую я без колебания могу порекомендовать геймерам любого уровня и происхождения. Она улучшает недостатки Mario 64, которые я даже не замечал, пока Galaxy просто не сделала всё лучше. Если вам повезло, что у вас есть Wii или Wii U, или просто удалось купить Super Mario 3D All-Stars для Switch до того, как она исчезла из магазинов, то вы просто обязаны в неё поиграть» С тех пор, как с третьей частью серия была изобретена заново, франшиза GTA стала одной из самых популярных игр. Самая последняя из них, GTA V, отлично демонстрирует всё, чем известна эта серия. Это в равной степени симулятор преступника, жизни и демонстрация невероятных технических достижений. В одном из своих видео IGN сказали о GTA V, они улучшили всё, что было сделано в GTA 4 5 лет назад. Технически новая GTA совершенней во всех мыслимых аспектах и чрезвычайно амбициозна сама по себе. Однако история, поданная от лиц трех совершенно разных героев одновременно, невероятное внимание к деталям и огромное количество разных вещей, спрятанных в мире, удлиняют загрузку GTA V, что совсем не радует. Выпуск Red Dead Redemption 2 был одним из самых ожидаемых игровых релизов за последние годы, и многие игроки опасались, что он не сможет оправдать образовавшийся хайп и высокую планку, установленную предыдущей игрой. Но Rockstar Games превзошла ожидания большинства игроков и создала один из лучших примеров игры с открытым миром на сегодняшний день. Как и в другой знаменитой серии Rockstar, самое удивительное в Red Dead Redemption 2 – это то, насколько живым кажется мир. Когда игрок едет на лошади по пустыне, ему кажется, что он всего лишь крошечная песчинка в огромной дышащей вселенной, где в любой момент можно наткнуться на что-то новое. Это одна из тех игр, в которых совокупность всех её деталей создаёт опыт, который должен получить каждый, кто интересуется играми. До выхода Super Mario Galaxy 2 Nintendo не выпускала прямое продолжение игр серии Super Mario почти 20 лет. Это говорит о том, насколько оригинальными Nintendo делает игры своего талисмана с красной шапочкой, а также показывает, насколько самобытной была первая Super Mario Galaxy. Достаточно самобытной, чтобы породить продолжение. Super Mario Galaxy 2 не стала особенно новаторской, но это все ещё одна из просто забавных игр, о которых нельзя точно сказать, что делает её такой хорошей. Galaxy 2 просто берет впечатляющий геймплей предыдущей игры и делает его ещё лучше. Несмотря на популярность таких франшиз, как Street Fighter и Tekken, самый популярный файтинг на Metacritic из совсем другой франшизы, а именно Soul Calibur. Soul Calibur не была первой игрой во франшизе – оригинальная это Soul Age. Но Soul Calibur была первой игрой в серии, сумевшей стать действительно популярной, и одной из самых сильных в ранней линейке Sega Dreamcast. У франшизы было несколько отличных игр с тех пор, и Soul Calibur вышла на Dreamcast в 1999 году, но ни одна из них не была настолько впечатляющей. Она великолепно продемонстрировала возможности Dreamcast, и почти каждый обзор игры говорил о том, насколько невероятно она выглядела в то время. Soul Calibur часто называлась лучшей причиной для покупки Sega Dreamcast, и продолжает оставаться одним из лучших примеров 3D-файтингов из когда-либо выпущенных. GTA 4, возможно, может претендовать на звание одной из самых влиятельных игр всех времен. Возвращение в Liberty City в GTA 4 было в буквальном смысле совершенно новым опытом. Казалось, что у каждого NPC была своя задача на день, а у игрока было огромное количество занятий за которыми он мог потратить сотни часов, играя в GTA 4. И каждый раз можно было открыть для себя что-то новое. Вдобавок ко всему, в ней было реализовано несколько многопользовательских режимов. Пусть они и не были столь обширны, как те, что сейчас можно увидеть в GTA Online, но они проложили путь к тому, чем стала эта серия в наше время. Обзор GTA 4 от GameSpot хорошо подытожил GTA 4 – игра, в которую просто нужно играть. Есть определенная группа игроков, которые, читая что-нибудь о франшизе Tony Hawk's Pro Skater 2, сразу же начинают напевать какую-то песню. Скорее всего, эта песня будет взята из саундтрека Tony Hawk's Pro Skater 2, которая повсеместно считается лучшей в серии. Первая Pro Skater заложила основу и извлекла выгоду из растущей популярности экстремальных видов спорта, подарив незабываемые впечатления от безумных скейт-парков. Однако, Tony Hawk's Pro Skater 2 значительно подняла планку качества. Это игра с самым высоким рейтингом, когда-либо выпущенная на PlayStation. И это невероятное достижение, если вспомнить, сколько революционных игр вышло для этой консоли. Записи Metacritic насчитывают более двух десятилетий, и десятки тысяч обзоров видеоигр проходят через его систему рейтинга. И только одна игра на этом сайте имеет рейтинг 99. И, естественно, это The Legend of Zelda Ocarina of Time. На Nintendo 64 было переизобретено несколько классических франшиз, но Ocarina of Time выделяется как настоящий шедевр всей библиотеки N64. Шумиха вокруг Ocarina of Time, или Zelda 64, как её частенько называли, была просто огромной. И, тем не менее, каким-то образом она оправдала и превзошла почти всё, на что надеялись геймеры. В обзоре IGN для Ocarina of Time сайт написал, когда релизная версия Zelda 64 прибыла в офис IGN 64, мы перестали работать, заперлись в комнате с большим телевизором и объемным звуком, и играли 17 часов подряд. Поспав пару часов, мы вернулись, чтобы продолжить играть. Мы просто не могли остановиться, пока не прошли игру до конца, а пройдя её, мы начали заново, чтобы найти все секреты. В Ocarina of Time почти нет недостатков, и она по сей день является примером для других игр в жанре. Она практически идеальна, и поэтому стоит в списке отдельно от всех. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые видеоигры, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!